АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, мое краткое хвалебное слово Дарвину называется «Дарвин-перезагрузка». Я расскажу о том, как видят Дарвина сегодняшнее поколение ученых, какие исследования, вдохновленные трудами Дарвина, сейчас актуальны, публикуются в научных и научно-популярных журналах и другой литературе. Итак, я начну с небольшого экскурса в историю. Итак, первым, кто обратил внимание науки на сходство между человеком и обезьяной, был Карл Линней. Он отрицал идею эволюции, считал, что существует столько пород животных, сколько их было создано Богом. Тем не менее, Линней поместил в своей системе природы человека в число животных в классы млекопитающих отряда приматов вместе с обезьянами. И более того, он поместил обезьян, хоматроглодитес, в один род с людьми. Следующим был Жан-Батист Ламарк, автор первой теории эволюции. Он в своей книге описал возможный механизм происхождения человека от обезьян, обратил внимание на сходство в морфологии, в поведении. Но он побоялся прямо утверждать животным происхождение человека и сопроводил свою гипотезу фразой, что происхождение человека могло бы выглядеть так, если бы оно не было иным. Следующим был уже в середине XIX века, ближе ко времени Дарвина, Жак Бушеде Перт. Он считается основателем археологии, в основном археологии каменного века. Ему удалось найти во Франции остатки первых каменных орудий. Тогда на них не обращали особого внимания, считали, что это природные формы окатывания камней. Он первым предположил, что это труд древних мастеров, и предположил, что человек существует миллионы и десятки тысяч лет. И, наконец, в 1859 году вышла книга Дарвина, в которой он пока еще не утверждает, но прямо намекает на то, что свет будет пролит на происхождение человека, намекая на то, что человек все-таки произошел от низших животных форм. И в 1871 году выходит книга Дарвина «Происхождение человека и половой отбор», в которой Дарвин на основании сравнения людей и современных обезьян, шимпанзе, горилл, делает вывод о происхождении людей от обезьян. При этом все это пока еще чистое предсказание, то есть к тому времени еще не было известно ископаемых остатков австралопитоков, хабилисов и других обезьян и людей. И вот интересно, что Дарвин в своей книге делает такое очень скромное высказывание, что его сочинение едва ли содержит какие-либо новые факты относительно человека, но выводы показались ему интересны, и он решил, что, возможно, они заинтересуют и других людей. Итак, сейчас на основе учения Дарвина одно из перспективных направлений развивающихся – это эволюционная психология. То есть только после признания эволюционного происхождения человека от животных и, соответственно, происхождение разума человека от разума животных, эволюционного происхождения разума в результате наследственности, изменчивости и естественного отбора, только с использованием этой парадигмы удалось развить новый взгляд на психологию. Ну, к примеру, я приведу два исследования, они многим известны, они упоминались в недавно вышедшей популярной книге Александра Маркова. Это первое исследование посвящено эволюции языка. Исследователи предположили, что информационная избыточность языка человека, который содержит гораздо больше слов, чем нужно для выражения большинства мыслей, для общения, может быть результатом полового отбора. То есть мужчины используют язык как индикатор своего интеллекта, чтобы продемонстрировать свой интеллект женщине наподобие хвоста павлина. Значит, исследователи взяли группу студентов и показали им фотографии четырех девушек. Им попросили выбрать одну из этих девушек, как им кажется, самую красивую, и представить романтические отношения с ней, написать небольшой рассказ эссе. Затем для контроля им предложили фотографии пожилых женщин, и точно так же попросили написать эссе о встрече, но уже без романтического контекста. Затем студентов попросили написать рассказ об их учебе в университете. И именно рассказ об учебе в университете и анализировался. То есть первые эссе были нужны только для создания у студентов психологического настроя. И выяснилось, что те студенты, которые писали эссе о встрече с молодой девушкой, достоверно чаще используют более редкие слова и используют более сложный язык для написания эссе о своей учебе в университете. И таким образом исследователи делают вывод, что информационная избыточность языка может быть результатом полового отбора, так как достоверно чаще сложный язык, более сложные фразы, редкие слова используются студентами в романтическом настрое. И еще одно исследование о корреляции интеллекта с чувством юмора. Тоже предположение, что чувство юмора возникло в результате полового отбора, так как известно, что парни, которые умеют там хорошо смешно шутить, нравятся девушкам. И вот ученые решили проверить, насколько чувство юмора действительно коррелирует с интеллектом и насколько юмор мог быть использован для индикации интеллекта и для полового отбора, тоже как дипа хвоста павлина. Первым заданием было описать некоего персонажа, там его имя, о себе, и описать все это так максимально смешно. Второе задание было изобразить смешные картинки с животными и с людьми разных профессий. Обезьяна, пингвин, осьминог и жираф. Из людей политик, художник, бодибилдер и профессор. Затем другие студенты оценивали, насколько смешные шутки смогли придумать студенты из первой группы. И в результате выяснилось, что больше всего действительно качество шуток коррелирует с general intelligence, с общим интеллектом. И несколько меньшая корреляция была выявлена с уровнем экстраверсии. Таким образом, гипотеза получила свое подтверждение. И как образец еще одной статьи, мне просто понравился ее заголовок, «Эволюционная психология. Сопротивление бесполезно». Эта статья о том, что сейчас эволюционный подход к психологии завоевывает все большее уважение и сопротивление некоторых консервативно настроенных психологов бесполезно и со временем сойдет на нет. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Тём. Я думаю, вопросы сегодня задавать не будем, тем более, что у нас... Хорошо, спасибо, Тём. Я думаю, что проблемы с эволюционной психологией, я думаю, мы отдельную лекцию сейчас сделаем. Так.